Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Ну и как же вечером без Бавовны? Без вечерней Бавовны просто никуда, ребята! В Пермской области, или где это? В Пермской Кравни, по-моему, или область, не столь важная, да? Это, короче говоря, где-то там очень далеко от Украины, где медведи боятся ходить за угол, потому что там очень страшно, и медведи боятся ну, собственно говоря, боятся там даже нос засунуть, потому что так жутко там на России жить. Вот там у них идут газопроводы. Очень длительно. Помните, я вам очень много раз рассказывал о том, что если они будут нам делать гадости, то ответные гадости всегда сделать несколько легче, в силу протяженности. Очень большое, знаете, есть такое понятие как протяженность, длина. Есть ширина, есть длина. В данном случае и длина. Так вот, протяженность или длина их коммуникации, причем неважно, каких-то нефтепроводов, газопроводов, вода какие-то, коммуникации водные, там, каналы и так далее. У них очень длинные дороги, мосты. И если они нам сильно будут гадить, то вот есть такой большой шанс, что эти коммуникации могут сами по себе сломаться. с различным результатом, да? Вот. И сегодня вот в этом пермском, господи, прости, крае, или как оно там, гахнул база... Что тебе сказал базаропровод? Газопровод. Газопровод взорвался, ребятки, очень ну, красивое просто такое зрелище. Вчера вот красиво было в этом городе с таким названием то ли Воткинск, кстати, название такое, а потом оказалось Водкинск, да, или как там, вот, ну, что-то типа этого, да, с водкой связано что-то. Потом отказалась, правда, водка, но ничего, все равно на водку. Похоже, там, где вот эта взорвалась ракета, как она называется, господи, прости, Тополем, да? Вот. Говорят, что на том же заводе Искандеры выпускались, там такой взрыв был, что люди подумали, что атомная бомба гахнула. Нет, не атомная бомба, но что-то гахнуло очень сильно, и там, как минимум, ползавода снесло, но рашисты, как говорится, молчат. Так вот, сегодня в Пермском крае самый настоящий взрыв газопровода в районе, там, одного из населенных пунктов, прямо возле населенного пункта, то есть, это говорит о том, что, ну, ну, сработало, вот так получилось, да. Жужики местные, там, вот, биоизмененные, прилетели, все сломали, подпилили, наверное, ножовкой, сидели, а потом она бахнула, а кто-то потом зажигалку поднес, и оно рвануло, значит. Очень большой взрыв, знаете, очень так красиво оказался подгадан к тому моменту, когда рядом проходил поезд, товарняк рашистский, и там еще, говорят, загорелись вагоны с топливом в том товарняке, но самое главное, это, конечно, этот газопровод, поскольку газопровод магистральный, и в таком случае просто прекращается подача газа, отработан был как надо, то есть, это бувовно, бувовно, очень точечно, очень красиво, даже, говорят, там, опять-таки, там же не пожарная охрана, вы поймите правильно, тоже смешно, да, аборигены там живут буквально под этим газопроводом, там, говорят, у них дома погорели и так далее, при этом, посмотрите, у аборигенов местных нету ни пожарной команды, вот они живут рядом с газопроводом, нету газа, вот вдумайтесь, да, что это за страна такая, что вот твоя хибара, хижина, как у дяди Тома, да, дядюшки Тома, находится в 100 метрах от, кстати, взрывоопасного, что и показывает практика, это уже не первый раз газопровод у них взрывается, да, совершенно случайно, абсолютно случайно, да, так вот, это же не первый раз, когда оно взрывается, но, в 100 метрах от газопровода находятся дома, ни один из них не газифицирован, что можно сказать об этом государстве, если это вообще можно назвать государством, вот так вот, и они первый раз увидели газ, когда он загорелся уже у них над головой, ах, ну а так что, может они сами и подорвали, знаете, от огорчения, от того, что вот живут, да, вот мимо них, национально их собственное богатство, смотрите, гонят куда-то там, где оно исчезает, да, и деньги остаются где-то там на счетах, где-то в стране, а у них элементарно, в их, этих вот жалких, утлых жилищах, нет даже элементарного газа, чтобы там, они вынуждены дровами топить, да, чтобы они дровами не топили, вот думайте, что это за страна такая, ну, наверное, они смотрели на это год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, потом сказали, да ну его нафиг, прекращаем это все дело, взяли, просто отошлись, с двухстволки гахнули по этому газопроводу, он взорвался, на этом все закончилось, да, зато не обидно, больше никто ничего никуда не качает, в принципе так, вот, тут же, опять не знаешь, кто это все сделал, возможно и местные, да, местные вот антифашисты, потому что жить без газа им больше немыслимо, все будет Украина.